здравствуйте дорогие мои телезрители мои подписчики на канале youtube голова садовая и я очень хочу чтобы вы поняли и тема будет такова сегодня зачем мы режем то картофель когда я говорю что резать картофель обязательно некоторые крутят у виска пальцем ну бабушка ку-ку да это не я куку это выкуку потому что не хотите ничего читать вы вообще ничего не знаете про картофель вообще ничего учитывая что литературы специальные очень мало а то что говорят те кто продает этот посадочный материал да они же говорят для того чтобы продать вы то чего покупаетесь на это лучше почитайте специальные литературу и все у вас будет хорошо картофель нужно резать перед посадкой обязательно только потому чтобы на иммунном уровне этот корнеплод великолепнейший который заменяет называется у нас старым хлебом и если есть один картофель нам вообще больше есть ничего не надо он нам все даст так вот не только потому что на иммунном уровне он сбросит болезни во первых вы увеличите посадочный материал до в самых главных что будет меньше гораздо болезней а в третьих вы поймите что разрезанный картофель ему же больно то как у человека происходит там где рано туда кто стекается белые кровяные тельца санитары и начинают лечить место пореза там или удара и у растения точно также она начинает ну включать такие силы неведомые нам мы даже вообще ничего не знаем про это здесь все засохнет затянутся вот эти боковые рамки и он будет с большим усилием выбрасывать побеги из каждого глазка и они будут здоровее и урожай дадут больше поверьте мне привет меня зовут евгений бараников и уже более 10 лет я работаю шеф-поваром совсем недавно я открыл канал на ю тубе ты чё повар где с вами делюсь своими рецептами и секретами и если вы хотите баловать своих любимых и близких вкусными и простыми рецептами подписывайтесь на мой авторский кулинарный канал печа повар ссылка в описании под видео увидимся пока так вот если вы все-таки ну хоть немножко цените свой труд если вы хотите например с одной сотки до сколько накапываете но сколько ведра три господи ты боже мой внутри мешка я бы еще как-то перенесла такую ответ вот вы никак не ну не слышите что ли голландские фермеры при их уходе они достигают урожая с одной сотки метр на 100 с 30 40 30 40 вы представляете сколько это это очень много а наши сколько 10 11 до это очень мало это я имею ввиду центнеров это же разница как не знаю что с одной сотки 100 килограмм 4 мешка это мало с пол сотки 7 мешков это хорошо соблюдайте технологию у школе вы вы сделаете один раз как следует во первых его надо подготовить но мы к этому вернемся у нашей пока не эта тема его надо подготовить к посадке нет мы из подвала холодной достали запихали в землю и ждем урожая вы чё как это вообще возможно это же очень у нас зима иногда в сентябре бывает ну уж в октябре то точно снег по колено а потом жалуйте что с картофель горький значит так картофель который вы достанете за месяц до высадки за месяц до высадки вы обязательно прогреете за две недели до высадки прогреете его в воде температура 40 45 градусов до милые мои это избавит ваш картофель от множества болезней если вы не понимаете что такое рикто неос правильно сказала резок то неос правильно не понимаете вам сейчас объясню вот здесь такие есть шершавинки нет это не бородавки и это не парша они иногда бывают такие кучки как будто кучка торфа это вот и есть заболевание подумаешь пока лупала не все отвалилась но не совсем так вы посадите картофель с таким заболеванием и что получите а он у вас просто если поражена будет вся картофельная система и стебли и столоны и листья все так он у вас начнет вянуть а потом пожелтеет а потом просто погибнет никакой урожай вы не получите поэтому вы должны понимать что выбирая посадочный материал и готове его к посадке вы хоть немножко то потрудитесь но хоть чуть-чуть вот эта картошка вся в парше в каких-то точках непонятно и это и в парше и в этом ризу ризо тканиозе вот вы не выгореть то страшно картофель черный рак чего там только нет я вам хочу сказать что резание картофеля она просто механически просто естественно поможет вам избавиться от многих болезней услышьте меня пожалуйста но делать это надо за два-три часа до посадки а вот как готовить картофель это отдельная тема на этом закончу всего доброго до свидания